сегодня мы собрались для очень приятно потому что у нас заканчивается шекспировский марафон которые напомню начался именно в этой библиотеке буквально в мае этого года и вот сейчас мы заканчиваем праздновать хотя это очень странно звучит вот но это такая давняя история потому что в общем празднуются не только дни как бы рождения но странным образом отмечаются и опта смерти того или другого автора и как известно вот рождение год смерти это лишний повод еще раз напомнить о человечество творчестве того или другого автора вот ну и как мы помним с вами это еще один очень важный этап канонизации поэта писателя или кого бы то ни было еще поэтому сегодня мы как раз именно для этого для того чтобы еще раз поговорить о шекспире может быть поговорить о каких-то возможностях перспективах работы с шекспиров и шекпировской темы для этого мы сегодня и собрались вместе ну понятно что проблема которая поставлена на наш круглый стол связано с актуализацией творчества поэт и писателя потому что как известно классика это совершенно замечательное явление но в то же время достаточно опасное опасно она прежде всего вот этой возможностью забвения потому что классика это то что часто кажется неинтересным да это то что каждый часто кажется не актуальным это то что часто хотят забыть и вообще о творчестве того или другого классика потому что хочется многим современным читателям читать что-то более актуальное что-то более современное поэтому вполне понятно да что в общем поэт грамматурга который жил 400 лет назад в англии да это вот это то имя которое нужно вспоминать нужно актуализировать вот и совершенно очевидно что нужно перечитывать понятно что от качества нашего перечитывания наверное зависит наследие классика в той или иной культуре в той или иной параде напомню что мы начали в мае наши разговоры шекспире как раз о способах перечитывания творчество замечательного автора и открывал тогда наш первый как бы круглый стол перевозить шатин такой мини-конференцию вот сегодня мы с юрием васильевичем будем вести это да и заканцуем вот как раз наш цикл заседаний вот и я бы хотела начать нашу с вами встречу с очень приятной роли потому что мы напомню предложили нашим замечательным читателям жителям города новосибирска но как оказалось это не только жители города новосибирска мы предложили написать эссе о шекспире надо сказать что несмотря на то что конкурс был объявлен городским на конкурс прислали работы со всей нашей страны потому что например были работы из курганской области мне даже интересно стало откуда жители курганской области знают о локальном вроде бы да то есть вот сибирском шекспировском конкурсе вот но победили в основном сибиряки так что мы оказались самыми лучшими ведами вот я правда не очень поняла вот сколько действительно из победителей добрались сегодня до нашего мероприятия вот поэтому наверное я буду сообщу кто у нас победил кто занял у нас какие места у нас всего три места пять победителей то есть таким образом то есть вот и первое место у нас получает янка узкой софья андреевна ученица соборской школы номер девятнадцать если на сегодня здесь есть молодец Второе место у нас занимает флеш-ауэр Мария Андреевна. Есть у нас Мария Андреевна? Есть. Мария Андреевна, я вас поздравляю. Надеюсь, что мы всегда еще встретимся с вами, с Шекспиром. Еще второе место у нас получает Бакова Ирина Валентиновна. У нас третье место получает Ахылка Юлия Сергеевна. Она ученица Усть-Луковской средней школы Ордырского района. Она, к сожалению, сегодня не смогла добраться до нас, поэтому мы отправим ей приз по почте. И также дипломом за третье место награждается Бочкарева Раиса Федоровна. Раиса Федоровна проявила себя как переводчик Шекспира. Спасибо. Поэтому это очень интересный опыт. Я не перестаю этой жизни удивляться. Спасибо. Так, ну и, наверное, с этого прекрасного момента мы открываем наш круглый стол. И первый доклад на нашем круглом столе у нас у Юрия Васильевича Шатина, который и открывал первую нашу конференцию. Юрий Васильевич расскажет нам о том, что он думает о значении Шекспира для гуманитарных наук. Ну, я не знаю, насколько это можно назвать докладом. Скорее, это сообщение и размышление, да, потому что доклад о Шекспире, вы сами понимаете, что если час рассказывать, то это очень мало, если шесть часов, то все равно всего не расскажешь. Но и только у томишь слушателей. Поэтому, конечно, если бы я поставил задачу все рассказать о Шекспире, то это было бы слишком большой самонадеянностью. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что прижизненная слава и посмертная слава Шекспира были весьма и весьма неодинаковыми. То есть, когда современники воспринимали Шекспира прежде всего в контексте его театра. И я думаю, что никто, во всяком случае, никаких свидетельств того гениальности Шекспира среди его современников мы не имеем. Но парадокс весь заключается в том, что именно посмертная слава Шекспира оказалась не только великой, все-таки 400 лет после его кончины, и все это происходит на наших глазах. Потому что, действительно, если вы посмотрите все рейтинги мировых постановок, Шекспир в течение столетия держит первое место. То есть, там и Чехов, и Брехт, и Мольер, и Кальдерон, и все прочие, они тоже входят в десятку, но все они уступают Шекспиру. Причем, вот эта шекспиризация, которая охватила весь культурный мир. И в этом смысле можно сказать, что Шекспир победил не только время, но и пространство. Потому что, по сути дела, везде, так сказать, где существует культура, сразу же рифмуется со словом Шекспир. Но надо сказать, что путь славы Шекспира был очень неоднороден, потому что всякий раз, когда мы говорим о Шекспире, не надо забывать, что у интерпретаторов Шекспира были не только сторонники, но и противники. Вот сейчас я как раз пишу статью большую о спектакле Николая Павловича Акимова «Гамлет Шудатский» 1932 года, который шел в театре Вахтангова, и в связи с этим я начал копать материалы. Позвольте зачитать вам одну цитату, и, может быть, кто-то угадает, кому она принадлежит. Речь идет о «Гамлете». «Гамлет» — это грубая и дикая пьеса, которую не стали бы читать даже простое о народе во Франции или Италии. «Гамлет» сходит с ума во втором акте, а его возлюбленное — в третьем. Принц убивает отца своей возлюбленной, притворившись, что убивает крысу. Героиня бросается в реку. Прямо на сцене вырота могила, и могильщики по своему обыкновению говорят загадками, держа в руках черепа. На их мерзкие грубости «Гамлет» отвечает не менее отвратительными выходками. «Гамлет» — его мать и отчим, пируют на сцене, за столом распевают неприличные песни. На сцене бронятся. Вот он убивают. Право можно подумать, что все это пьеса — дело рук пьяного дикаря. Это не кто-нибудь. Вольтера слышали, да? Это Вольтер. Вольтер, который, для которого... Правда, потом он напишет, что Шекспир — это гениальный варвар. Он варвар, конечно, дикарь, но гениальный. Потому что вдруг, говорит, неизвестно откуда появляются вещи, которые гениальны. Вот эта смесь гениальности и варварства Шекспира, она очень многих шокирует. И вы знаете, что даже в английской, скажем, культурной традиции есть два Шекспира. «Фэмили Шекспира» и «Сан Шекспира». «Фэмили Шекспира» — это вот Шекспир для домашнего чтения, и «Сан Шекспира» — это вот для высоколобых умных людей вроде нас с вами, которые, значит, не только читают Шекспира, но и исследуют его. И в этой связи совершенно парадоксальным образом мне приходит на ум имя выдающейся американской поэтессы Эмили Диккельсом. В свое время это конец 80-х или начало 90-х годов XIX века, я точно дату не помню. Она украла у отца ключи, отец был филологом от шкафа, открыла шкаф и прочитала всего Шекспира, как он есть написан, рассказала подруге, подруга, как истинная американка, тотчас же донесла на нее, и ее исключили из школы за моральное разложение. Так что ей не пришлось здороваться. Так что нравы были очень строгие по части того, можно ли читать Шекспира. И вот в этой связи, как вы знаете, очень многие люди недоумевали, а в чем же вот слава Шекспира? Среди них лет Николаевич Толстой был. Читаю, читаю Шекспира, никак не пойму. Все очень просто. Такое впечатление, что если там для Вольтера это варвар, то для Толстого это просто, так сказать, малокудожественные вещи. А между тем, так сказать, слава Шекспира нарастает. И вы знаете, что другие умы, я вот так сказать, для, так сказать, контрастов привел Вольтера и Толстого. Но можно привести людей, которые выступили именно энтузиастами про пропагандирование Шекспира. Ровно через 150 лет после смерти Шекспира, в 1766 году, в гамбургской драматургии, Готхель Фреймрейсинг впервые начинает именно исследовать Шекспира, показывая ту глубину, которая присутствует в его произведениях. Надо сказать, что и русская традиция изучения и, так сказать, интерпретации Шекспира, а именно я буду говорить об интерпретации, прежде всего, критики и филологии, несколько, так сказать, оставляя в стороне театральную практику, хотя это тоже очень интересная век, именно приходится на XIX век. И здесь, конечно, в первую очередь надо назвать Гессариона Григорьевича Белинского, потому что, если говорить о XVIII веке, то там были такие переделки сумароковские. Это не переводы в прямом смысле слова, потому что Сумароков там запросто меняет сцены. А вот именно, и надо сказать, что заслуга как раз Белинского заключалась в том, что он, по сути дела, впервые поставил вопрос о том, о возможности разных интерпретаций шекспировского творчества. Вы помните, что в статье 1838 года «Гамлет. Трагедия Шекспира» молчален в роли Гамлета. Он анализирует два спектакля в Александринском театре, где Каратыгин играл роль Гамлета, и в Малом театре. Показывает как раз разницу двух трактовок. Если Каратыгин в своей интерпретации продолжал традиции романтизма, такого порывистого Гамлета, стремящегося ввысь, и, так сказать, презирающего мелкий быт, хотя у Шекспира все это очень тесно смешано и переплетено, то Белинский впервые поставил вопрос о психологическом значении творчества Шекспира. Согласно Белинскому, именно заслуга Шекспира заключается в том, что он очень глубоко проникает в суть характера своих героев, и что сами по себе эти характеры открывают дорогу новому художественному творчеству. Хотя вот еще раз говорю, что точка зрения Белинского, она тоже не является абсолютной, потому что дальнейшие, скажем, исследования, которые проводили филологи, показали, что это не совсем так, что есть и другие возможности, другие грани интерпретации Шекспира. И здесь бы мне хотелось, конечно, остановиться на блестящей интерпретации, по-моему, одной из лучших очерков, который был написан о Шекспире, молодым Львом Семеновичем Выгодским. Напомню, что впервые этот очерк был напечатан сто лет назад, в 16-м году, в журнале «Аполлон». Потом в переработанном виде он вошел как часть книги, большой книги, Восеменовича Выгодского «Психологии искусства». Вот Выгодский очень хорошо показал, что на самом деле секрет шекспировских произведений заключается не только в том, что он углубил характер. Потому что, конечно, для своего времени Шекспир по части проникновения в мотивацию человеческой психологии сделал очень много. Но после того, когда мы имеем опыт Толстого, Достоевского, Чехова и так далее, конечно, в этом смысле Шекспир оказывается где-то там далеко-далеко в истории. А вот в чем секрет Шекспира? Почему именно Шекспира старт? По идее, почему? Я до сих пор не понимаю, но это тоже проблема. Ведь античная драматургия совершенно великолепна. Но если Вы посмотрите и Эсхилл, и Софокл, я не говорю про Аристофана, но и в реке чуть побольше, вот они где-то там на 30-40-м месте. Когда современные драматурги тоже вдруг вырываются на несколько лет вперед, это тоже понятно, потому что всегда современники склонны искать какие-то опоры не только в классике, но и в современности. Почему именно Шекспир, который очень удален от людей античной эпохи и очень удален от нас, все-таки 450 лет со дня рождения, 400 лет со дня смерти, это много, почему именно? И вот Выгодский блестяще показывает, что, наверное, не было равного человека Шекспиру, который так хорошо понимал природу действия. Действия у Шекспира построены таким образом, что каждый предыдущий шаг действия взывает к необходимости последующего шага. Иногда это вообще все перепутано, если Вы вспомните одну из замечательных комедий Шекспира «Сон в летнюю ночь», то Вы увидите как-то совершенно разные мотивы, сказочный мотив, связанный с царством эльфов, античный мотив, потом эти актеры, ну, как бы такие ремесленники, которые становятся актерами, которые идут на свадьбу герцогу, вот, и там всякие замечательные вещи происходят, вот, в частности, один из участников этой труппы превращается в осла стараниями пека, вот, и он, арашая королеву волшебным напитком, заставляет ее влюбляться в осла, потом вся эта ночь обману заканчивается, и все это заканчивается свадьбой, пышной свадьбой герцога, на котором разыгрывается спектакль. Но, посмотрите, как работает Шекспир, вот, если Вы помните эту замечательную сцену, вот, что показывают мастеровые? Показывают, вот, историю про Пирама и Физбу. Пирама и Физба любят друг друга, их родители против брака, у них между ними стена, вот, и, значит, ну, потом они делают какое-то отверстие в стене, назначая друг другу свидание. Приходит Физба, вот, видит Льва, в страхе сбрасывает с себя одежду, убегает, Лев, разрывая одежду, ранит себе челюсть, у него одежда, оказывается, Физбы окровавленной, вот, появляется Пирама, видит окровавленную одежду, не в силах преодолеть себя, он кончает жизнь самоубийством, через минуту появляется Физба, Физба видит тело Пирама и тут же тоже кончает жизнь самоубийством. Параллельно он пишет Ромео и Джульетту, да, но если вы сравните вот эту поделку, которую он вставляет, как составную часть, сна в летнюю ночь, вот, и Ромео и Джульетта, вы увидите большую разницу, каким образом и одна и та же фабула практически может представляться в комическом и в трагическом репертуаре. То есть, вот этот момент рокировки трагического и комического, он действительно не знает, наверное, ни у кого до такой степени момента, как представлен в творчестве Шекспира. Вот, в этом смысле, я еще раз говорю, что Шекспир оказывается учителем для очень-очень многих поколений по части действия, конечно, скажем. Ну, вот, почему надо сказать, что вы же знаете, что он практически, практически все герои Шекспира, которые реально были, там на самом деле все было по-другому. Я вот как-то был в Венеции, узнал трогательную историю. Оказывается, Отелло не задушил Дездемону, у них была такая замечательная любовь, вот, но в Венеции, вот, свиреп стала Чахотка, Дездемона умерла от Чахотки, от Элла умерла от горя. Так что, видите, да, ну, это вот, да, это нельзя показать на сцене, да, это что-то из области сентиментального романа, потом у сентименталистов там станут герои умирать, ну, или там уже, вот, скажем, вот, даже, как вы знаете, у нас в театре бывают всякие парадоксы, вот, когда, скажем, Виолетта, которая в тревиате, и Антриса примерно так, 110 килограммов, да, вот, и она поет, что она вот-вот умрет от Чахотки, что силы ее заканчиваются, да, вот, и наивность, и не думает, как же это может случиться, да, ну, вот, в этом смысле, конечно, да, поэтому для Шекспира важно было обострить действие, я не знаю, насколько история Макбета историческая, Гамлетт, как вы знаете, действительно победил, Клавдия убил его, и стал на место, завоевал датский трон, но Шекспиру это мало, Шекспиру надо, чтобы полная сцена была убита, да, и потом Фортенбрас, который вот пожинает, неизвестно откуда взявшийся, Фортенбрас, который пожинает плоды всей этой трагической ситуации, вот, так что я думаю, что в этом отношении Шекспир вот для нас важен тем, что тут как бы сошлось очень много вещей, во-первых, так сказать, театральная практика, во-вторых, филологическое изучение творчества Шекспира, ну, и, конечно, и я тут должен еще раз преклониться перед нашими слушателями, то, что Шекспир насколько входит в наше сознание, что становится частью каждого из нас, вот, когда-то Флёбер сказал «Мадам Бовари, сэмуа», да, то есть «Мадам Бовари, это я», и он имел право это сказать, вы помните, что когда он писал сцену отравления Эммы Бовари Мышейком, у него признаки все отравления появились, хотя он, так сказать, Мышейка рядом не было, но вот это переживание настолько, да, вот эта способность Шекспира 400 лет спустя после его кончины вызывать это переживание и рефлексию, это дорогого стоит. И я очень рад, что сегодня состоялась наша встреча, я еще раз поздравляю всех победителей, всех участников, и думаю, что мы еще не раз будем возвращаться к рассказу о том, что же представляла себя Феномен Шекспира. Благодарю вас. Спасибо, Илья Васильевич. Спасибо вам. Кто-нибудь хочет задать вопрос Илье Васильевичу? С удовольствием. Илья Васильевич, вот когда у вас вопрос, а вы сказали, Венеция была какая-то определенная постановка, вот Венеция, если просто... Нет, я просто был в Венеции, а вот раз показывала дом, там все сохранилось, просто дом действительно был военно-начальником, но вы знаете, что в Венеции же там все были намитые, там же все решали, дожи венецианские, но они нанимали, собственно, и вот это Мавр был, который был главнокомандующим, и он влюбился в дочь одного из дожей, Демона, все было как уши взбирано, это была очень крепкая любовь, и вот редкий случай, когда он, Мавр, не мог пережить смерть жены, вот, а нам, это было ровно за число, вот это было. Это реальная история такая была, да, вот, на Шекспире, а Шекспире, я в 1592 году театр Глобус закрыли, была страшная эпидемия холеры, не только Глобус, но все, так сказать, публичные представления были закрыты, и театр Глобус не работал, и Шекспир, только для того, чтобы не заразиться карьерой, только каким-то другим причинам, он совершил путешествие в Италию, в частности, вот, из Италии он привез несколько сюжетов, в том числе, Венецианского урца, в том числе, Нотелло, в том числе, значит, Ромео и Джульетта, ну, все, вот, то, что итальянские корпусы, он хорошо известен, да, вот, в Вероне до сих пор сохранились дома, когда будете в Вероне, все, Монтеки и Капулейте, вот, дома сохранились, и площадь, это, на которой, Меркутца убили, и потом, значит, разворачивались, это драма, вот это, так сказать, это почти, так сказать, вот это, так сказать, история один в один, да, то есть, это, то есть, может быть, какие-то детали, уже в себе придумал, но это действительно, ображда Монтеки и Капулейте, действительно, любовь, Монтеки, любовь двух сердец, которая закончилась трагически, там, мы не знаем, действительно, все эти были перипетии, они какие-то уж очень, шекспиры, искусственные, да, там, не успел, не успел доехать, и все прочее, но тем не менее, да, они погибли, да, вот, и вот, это действительно, такое было. Мне кажется, что очень интересная, очень такая, ценная, вот, совершенно замечательная доклада Юрия Васильевича, связана, да, связана как раз, да, связана как раз, с тем, насколько важно, как раз, у Шекспира действие, потому что, традиционно, напомню, что о Шекспире говорят об универсальном герое, да, вот, собственно, Шекспира, то есть, вот, как бы, все вот эти конструкции, в одной из стены, они, в основном, строятся вокруг категории героя, да, да, ну, Гамлетт, который потом и блоковским, и по Стармаковским станет, и всем всем, да, я думаю, что это во многом, наверное, связано с тем, что, в общем, Шекспир был очень интенсивно освоен поэтической традиции, то есть, вот, естественно, что в поэтическую традицию пошел герой, да, вот они действуют, а вот скажите, пожалуйста, я просто вот так подумала немножко, вот, все-таки, вот, в античности, там, в общем, иногда были очень, довольно интересные события, интересные действия, вот, например, как мне кажется, не менее яркий, там, чем Гамлетт, Эдикт, да, вот, вот, почему Эдикт проигрывает Гамлетт? Ну, я думаю, проигрывает по одной простой причине, по одной простой причине, что там все-таки определенная замедленность действия существует, да, то есть, быстро смены событий, да, не происходит, да, вот, и, как бы, сильная привязанность к мифу, но, поскольку, да, миф, он не предполагает быстроты действия, что, иначе, он сразу в роман бы превратился. мне кажется, там еще какое-то, идет такое делегирование некое, повествовает по инстанции хору, да, да, вот, и за счет вот этого действие тормозится, да, потому что, скажем, повествование по идее не в, как бы, в драматическом действии, а на самом деле, понятно, что хор выполняет. Вот, спасибо. Спасибо, по-моему, очень интересно. Вот, есть кто-нибудь хочет еще задать вопрос? Илья Васильевич? Ну, я думаю, что может быть потом в рамках общей дискуссии. Пожалуйста, у нас следующий докладчик, потому что вот у нас есть представители открытой кафедры и одновременно театра «Старый дом» Анастасия Евгеньевна Наскалевна, вот она расскажет нам о том, как актуализируется Шекспир в современном театре. Это скорее будет не про авторизацию Шекспира в современном театре. Не работает? Не работает. А вот сюда, да, я. Работает. Работает. Это тоже не работает, ваш микрофон. Это тоже не работает, да? Ладно. Это работает. Моё сообщение будет скорее тоже не такой историей про глобальную современную актуализацию Шекспира в театре, а скорее продолжением того, что мы делали в рамках проекта «Сибирский Шекспир». Потому что, если кто-то помнит, то мы буквально месяц назад, у нас была открытая читка с актером Владимиром Ремешонком из театра «Красный факел», где он читал фрагменты своих любимых ролей, которые он исполнял в текстах Шекспира. И если вы помните, там была такая дискуссия очень интересная. Владимир Евгеньевич рассказывал о том, как вообще можно было бы решить сцену Ричарда. Мы задавали ему вопросы про то, насколько правда, возможно, вообще сцена соблазнения Ричардом Анной. Вы помните, одна из самых известных и странных сцен соблазнения в истории вообще театра. И вот там Владимир Евгеньевич говорил о таких странностях и парадоксах, которые существуют в шекспировском тексте, которые нужно решить всегда. И актеру, и режиссеру, когда он берется на постановку этих пьес, потому что актеру что-то с телом, с психологией нужно делать. И вот для того, чтобы на самом деле наметить какой-то основной фокус постановочный, который мог бы, конечно, работать во все времена эпохи, это был таким, задачей бы на самом деле странной, да, и в какой-то смысле слишком аграциозной, но тем не менее, я вот не решусь сама это сделать, но воспользуюсь тем, что попытался этот фокус сделать величайший, наверное, практик и теоретик театра английский режиссер Питер Брук, который написал множество книг, на самом деле, где описал опыт постановки шекспировских текстов. И он, у него есть, на самом деле, две потрясающие лекции, которые прочитаны им были в Берлине студентам, и они опубликованы, они называют, так и называются, две лекции о Шекспире, одна называется очень странно, «Забыть Шекспира», где он как раз-таки теоретически и практически пытается объяснить, что, какие ошибки совершают постановщики и молодые актеры, когда пытаются с этими текстами взаимодействовать. Он написал их, ну, типологизировал на три такие основные. И первая была связана с тем, что традиционно в истории театра и сценической истории шекспировских текстов существовала очень странная попытка показать так называемый шекспировский голос. Это когда актеры очень страстно, да, и со всем вот таким остервенением, воодушевлением пытаются изобразить и исполнить в себе всю ту странность текста, которая предполагается в монологах и диалогах его персонажей. И, соответственно, вот он буквально и говорил о таком, на самом деле, с негативными коннотациями, о появлении так называемого шекспировского голоса, который ни на грамм не открывает внутреннего смысла и устройства пьес. Второй тип такого движения, история театра и постановщиков, он связывал с так называемой Стретфордской революцией, которая театральной, которая произошла в 50-е, 60-е годы 20-го века, когда актеры, играя шекспиров, в Лондоне вдруг заговорили повседневными интонациями, да, когда они пытались нивилировать вот эту разницу между поэтическим текстом и повседневным. И при этом, да, вот Петербург отмечает, что это был такой очень странный эффект, потому что терялась сразу загадочность шекспировского текста, стих становился очень вялым, неинтересным, незагадочным, и опять-таки терялась вся магия шекспировской интриги. Но при этом возникала еще одна такая достаточно неприятная история, которую Петербург называет словом редукционизм и говорит как раз-таки, что дело шло не только речь об упрощении интонации, да, из-за которой, собственно говоря, в 20-м веке очень многие драматурги английские, услышав повседневное исполнение шекспировского текста со сцены, им казалось, что Шекспир не так уж и велик на самом деле, да, то есть возникало такое странное восприятие, да, возникновение такого странного стереотипного вопроса. А редукционизм с точки зрения Петербурга это было явление, которое касалось, в принципе, попытки упростить все идеи, которые возникали в шекспировских текстах, и когда дело шло даже не об интонации, а о том, что актеры и режиссеры пытались вот так называемой домашней философией, да, или собственным личным опытом, да, измерить практически всю глумиду Гамлета, Фателла, да, и прочих героев. И в связи с этим у Петербурга есть совершенно примечательная цитата, мне бы хотелось ее вам привести. Предположим, нам бы довелось послушать, как Ир говорит Корделий, и притвориться, что знаем тайну сотворения, как будто мы соблюдатели Бога. Следуя правилам нашей игры, говорит Петербург, сделаем вид, будто действительно эти слова у Ира родились спонтанно, что поражает больше, нежели мысли о том, что они были тщательно продуманы человеком за письменным столом с бумагой и пером в руке. Тогда неминуемо встает вопрос, что же это был за человек, у которого вырываются такие слова, когда после тяжелого и жестокого сражения его ведут в тюрьму. Мы обрываем желанием узнать, какие неимоверные страдания ему пришлось испытывать за его жизнь, и какие глубокие моменты самопознания, какая особая чувствительность заставили его откровенно-тиранического короля с жаром и самодачей совершать работу души. Мы видим, как неадекватен здесь психологический подход, как недостаточен текстуальный подход, и как бесполезно кроить Ира под себя или делать его похожим на кого-то другого. Наш путь проникновения характера Ира лежит через признание, что слова, которые он говорит, означают только то, что он собой представляет. Но на самом деле, вот в этой фразе, несмотря на то, что Питер Брук пытается объяснить вот тот главный актерский фокус, технологический, который нужно решить каждому актеру, как оправдать странность таких высокопарных слов, как оправдать, что действительно человек говорит, как будто бы, это написано было и долго и мучительно создано на графе фразы. Но на самом деле Питер Брук здесь говорит еще об одной важной проблеме, которую нужно решить каждому актеруальному постановщику, о том, как в принципе выстроить на сцене художественный мир, который бы был бы сразмерен тому действительно той манере, да, и той степени концентрированности поэтического языка, которым говорят его персонажи. И при этом вот здесь нужно понимать опять-таки, какая степень условности существовала во времена шекспировского театра, да, и мы помним, например, что зрители, которые приходили на спектакли, да, и не только там, условно говоря, трупы Шекспира, да, но и в принципе, да, зрители Елизаветинской эпохи, мы понимали, что он видел достаточно странное зрелище, да, при всем, при том, что персонажи произносили все диалоги, монологи, реплики, у них было достаточно подробно построенное внутреннее переживание психологии, да, вот Юрий Васильевич говорит, что современники Шекспира, да, вот их свидетельств о его гениальности нет, но были же примечательные свидетельства современников тех актеров, которые убрали о Шекспира, особенно, да, там остались свидетельства об игре Ричарда Бербиджа, да, того знаменитого трагика, который был сыном того самого плотника, который в Англии построил первый английский театр и тем вошел в историю, и существует свидетельство о том, что он действительно владел уже тогда техникой некого перевоплощения, да, и тем более мы помним, что в шекспировском тексте уже в диалогах и в монологах всегда заложено то, как актер по идее должен переживать своего персонажа, да, вы помните, когда Клавдий смотрит Мышеловку, да, Гаммель буквально фиксирует, он попреднел, с ним то-то, то-то и то-то, да, это становилось своего образа такой подсказкой актерам, как бы грубо говоря, что они должны изображать, да, вот, ну, либо переживать, потому что здесь мы еще, конечно, ни о каких зачатках ни театра представления, ни театра переживания не говорим, но тем не менее, да, вот при всей такой нагруженности, да, того, что происходило с актерами на сцене, сцена была очень минималистически устроена, да, там, актеры для того, чтобы обозначить место и время действия, могли, в принципе, выйти и сказать просто простейшую фразу, мы в лесу, да, или мы не в лесу, да, потому что иногда, на самом деле, табличек было недостаточно, которые иногда упоминаются, что в истории театра существовала и такая прелесть, что табличками обозначалась время действия, но поскольку часть публики просто не могла читать, да, то в табличках, возможно, и не было смысла особого, поэтому действительно, это была особая такая магия произнесения, да, вот мы перенеслись в лес, вот мы перенеслись в замок, но при этом это интересно, особенно с учетом того, что дошекспировский театр уже имел, на самом деле, особый опыт в создании декораций, которые поражали по своей, ну, условно говоря, не натуралистичностью, реалистичностью, конечно, но подробной проработанностью, потому что помните театр средних веков, с его опытом постановки мистерий, которая поражала всех сценами казни, сценами пыток, да, как много было придумано спецэффектов, которые могли действительно напугать зрителя, да, и в этом смысле театр средних веков, он, конечно, предполагал, что те высокие тексты, да, вот из священных в описание, которые, говорю, переложены поэтами специально для мистериальной поэзии, да, они на самом деле ну, как бы, не уплощались и не обеднялись тем зрелищем, которое открывалось, да, средневековому зрителю. И то же самое можно говорить об отсутствии этого парадокса для античного театра. Тексты, которыми говорят античные герои, они не менее сложны, но при этом мы понимаем, что на сцене стоят не люди, да, а стоят некие существа, накатурных масках, и они вообще, как бы, максимально удалены, да, от телесности актера, и поэтому вот этого ощущения дисгармонии между тем, что слышалось и тем, что виделось, да, не существовало. Шекспир же идет другим путем, да, мало того, что там герои обозначают, условно говоря, место действия, где все происходит, вы помните, какие смешные списки в книге у Аникса, которая называется «Театр Шекспира», да, приводятся списки реквизита, которыми располагали английские трупы, там буквально, да, одна скала, одна клетка, одна гробница, одна адская пасть, две колокольни, один маяк, два шистых берега, одна машина для обезглавливания, один котел. И, на самом деле, у Аникса в книге тоже примечательным образом описано, как вот исходный реквизит, которым владела та или иная трупа, на самом деле влиял на те сюжеты, которые выбирались, да, то есть вот если есть два шистых берега, то, соответственно, как бы и сам Бог велел пьесу про это писать, да, если есть машина для казни, да, и там для обезглавливания, почему бы ее не показать. Но при этом мы понимаем, что вот эта вся степень условности, да, которая происходила на сцене, и которую, на самом деле, мне кажется, все слушатели могут сейчас представить, вспомнив знаменитый фильм Тома Стопорда, который называется «Резинкранцы гильденстерны ртвы». Вы помните, что когда они там, эти бедные герои, да, попадают на репетицию мышеловки, но не той мышеловки, да, а мышеловки, придуманной Стопордом, где проигрывается полностью, да, весь сюжет пьесы Гавлета и с их смертями в том числе, да, и вы помните, какая реакция там у публики, которая видит на сцене достаточно, ну, такое, в кавычках, да, условно-сомнительное действие, да, струи крови обозначены красной лентой, да, море, по которому уплывет корабль, обозначено голубой тканью, которую тут же видно, да, что она поднимается, опускается людьми, да, звук от шпаг во время, да, вот этой дуэли финальной совершают опять-таки не актеры, которые изображают дуэлиантов, да, а вот человек за сценой, который тут же, вот, двумя металлическими предметами или шпагами этот звук и высекает. То есть фактически, на самом деле, но при этом вот это ах и вот это вот ощущение, ну, как бы говоря, такого предельного сопереживания и напряжения этот театр, тем не менее, знает. И вот здесь, как мне кажется, и Петербург, и на самом деле, и Аликс давали отчасти свое объяснение этой странной загадки, да, почему вопреки такой, ну, простейшей условности, да, вот едва ли обозначенной, да, пространством и времени и вообще там какой-то декорационной истории, они объясняли эту загадку следующим образом. Аликс приводит в качестве ответа на этот вопрос цитату из Гёте, который говорил о том, что задача шекспировского театра была не воздействовать на впечатление, да, и на чувство зрителей, а целью этого театра была воздействовать на сознание. Поэтому он называл шекспировский театр театром внутреннего зрения прежде всего, да, когда воображение через поэзию, да, достроит все остальное, да, все основное мировое устройство и мироздание, да, и Гамлет, и Отелло, и всех остальных героев. Но при этом у Питера Брука, Питер Брук в этом смысле идет еще радикальней, и он в качестве объяснения этого фокуса предполагает метафору кино. Я тоже тут приведу статус, что они замечательные. Поскольку декораций не было, достаточно актеру было сказать, мы в замке, и мы действительно оказывались в замке, а когда говорилось, мы не в замке, то замок исчезал. Скорость смены кадров при такой технике значительно выше, чем в кино. В кино на экране мы видим полную картину леса, а затем она исчезает, а после этого возникает, скажем, картина Берлина. И это два разных образа. Когда же зрительный ряд актер творит словами, все происходит почти одновременно. При слове «замок» в пределы той же строки возникает замок и Берлин, и мы с вами, и тут же крупный план лица, а затем снова замок, и снова его нет. В кино такой техники непрерывности смены кадров пока не изобретено. Но при этом понятно, что вот такая странная попытка объяснить, каким образом действует внутреннее зрение в театре Шекспира. У Питера Бруга дальше развивается мысль очень интересным образом, он находит эту аналогию в устройстве самого шекспировского театра. Здесь периодически появляется схема, на которой нарисована многоярусная декорация, которая была всегда постоянным элементом, и она на самом деле усиливала момент вот этой одновременного возможности в разных точках пространства играть определенным образом закрепленный сюжет. Понятно, что глубины альков, который вот там за шторочкой в самой глубине сцены появлялся, это были сцены для покоев короля. Понятно, что вот этот максимально выдвинутый аванс сцены зрителям, она тоже несла в себе определенным образом закрепленный событийный ряд и сюжетный. И плюс еще многоуровневая декорация, которая тоже там была площадка, на которой отыгрывали специальные сюжеты, которые подразумевали театр в театре, это либо мог быть балкон Жульетты, но тем не менее, вот эти все истории. И Петр Гром, конечно же, говорит о том, что это была простейшая кинометафора в действии буквально. Смена планов уже существовала, и тем более она была усилена тем, что поэтический язык, эту смену планов, которая после разобьется в историю кинематографа, она уже предполагает. И примечательно на самом деле, что вот этот принцип, который Петр Брук провозглашает относительно Шекспира, он потом впоследствии в историю театра XX века тоже появлялся. И тут в качестве такого самого яркого примера, когда использовался бы крупный план, вспоминается, конечно же, опыт Станиславского и Гордона Крэга, которые в начале XX века ставили Гамлета в МХТ. Поэтому мы понимаем, что вот эта история была дико замечательной, потому что Станиславский это был тот, кто, конечно же, родил за подробную, атмосферную декорацию, которая должна была воссоздать иллюзию мира. И Гамлет в его творческой биографии совместно с Гордоном Крэгл, который он делал, он, конечно же, разбил это течение театра, потому что никаких реалистических декораций будовых на сцене не было. Там существовали только большие кубы и ширмы, которые выезжали и которые на самом деле создавали вот этот эффект выделенной фигуры, потому что на фоне этих кубов и ширм актер, играющий Гамлета, он попадал в ситуацию абсолютно крупного плана, потому что весь остальной мир был перекрыт и вот только его эмоции, только его исполнение тех или иных сцен и монологов. Но примечательно, что помимо Гордона Крэга явно, что вы все, как люди опытные, я думаю, посмотревшие ни одну постановку Жекспира в современных интерпретациях, будь там Вячеслав Бутусов или прекрасный режиссер Остер Майер или Некрошу, по крайней мере, те сфектакли, которые мы могли видеть здесь живьем, благодаря всяким нашим рождественским фестивалям, или они существуют каким-то образом в сети, не все могут ездить в Венеции, в Англии и смотреть все живьем, а жалко. И вы, наверное, замечали, что у всех этих постановщиков тоже существуют на самом деле такая привязанность исключительно к условному театру. То есть мы сейчас не можем себе представить режиссера, который попытался бы костюмированным образом с подробной реалистической декорацией поставить Шекспира. Это возможно было бы только в киноэкранизациях, которые существуют, потому что фильмы Франка Дзефирелли, Ромои Джульетта и Гамлет, они в этом смысле как будто бы не отступают от какой-то реалистической камеры, но при этом понимаем, что там есть кинокамера, которая вот эти функции, смены планов и вот такую искусственность этого языка создает. И при этом все, мы еще должны, мне кажется, зафиксировать такой важный момент, что опыт на самом деле шекспировского театра, который при всей вот своей условности, а еще и, между прочим, мета театральности, потому что мы помним на самом деле, что пьеса писалась именно с учетом того пространства реального театра, в котором работал Шекспир. Пьесы писались, исходя из реальности возрастных и даже иногда медицинских показателей, по которым существовали его актеры. Это Ричард Перпич, который сначала был молодым, а потом старел, поменял тоже какой-то текстовый репертуар пьес, которые возникали на сцене. И та знаменитая загадка про то, что Гамли синхронно может быть и 18-летним юношей, и пичным, одышливым, уже немолодым человеком, связана только исходя из того, что подразумевалось описание актера под его конкретные физиологические изменения и метаморфозы. И вот в завершении на самом деле этой истории к вопросу о том, что все режиссеры неминуемо пытаются создать этот условно-искусственный язык, разомкнуть страсти конкретных героев на таких космических масштабах, используя там всевозможные камни, воду, всевозможные стихи. Если кто-то смотрел, в Новосибирске был такой спектакль «Ричард», где играл Владимир Евгеньевич, вы помните там эти камни падающие, огонь горящий, вода льющаяся, все это создает невозможность попытаться даже достроить этот мир до какой-то более-менее реалистической бытовой парадигмы. И вот в качестве завершения такой истории мне бы хотелось продемонстрировать вам кусочек из спектакля, который вот эту идею крупных планов и заигрывание с минимальной условностью шекспировского театра обыгрывает. Это спектакль, который называется «Сонеты Шекспира» в постановке Роберта Уиллсона. Спектакль поставлен в Театре Берлина и Рансамбль в 2009 году и он действительно состоит из таких микросценок, которые отыгрывает каждый из сонеттов. Большое спасибо Астасии Евгеньевне. Кто-нибудь хочет задать вопрос Елена Васильевичу? Да нет, нет. Это восхищение Бога. Да, замечательно. То есть вот так. Ну что, у нас следующий докладчик Наталья Александровна Муратова расскажет об опыте кинопостановок Шекспира. И работе с кинопостановок. Не то, чтобы я расскажу об опыте кинопостановок, я свою миссию в данном случае вижу довольно лаконичной. Тем больше, что произошла уже такая замечательная стыковка с киносюжетами через театральный сюжет. Я не вполне согласна с Анстей Евгеньевым в том смысле, что этот спектакль хочет быть снятым. Потому что сейчас каждый спектакль, который ставит с ним запись по Шекспиру, имеет такую фактуру, но природу он всегда имеет в виду кинокамеру. То есть он всегда внутренне желает быть снятым, потому что без этого глаза обратить невозможно. Все время укрупняет, все время кадрирует. и вот этот спектакль пример подобной раскадровки, которая повторяет композицию кинематографическую. Я бы хотела отметить, что в течение действия проекта «Сибирский Шекспир» пожалуй, именно кинематограф осуществил закольцовку и стыковку этого сюжета Шекспира с сибирским контекстом. Вот в стенах нашей библиотеки замечательно мы смотрели фильм, который указывал на первую часть амплитуды интерпретации, киноинтерпретации Шекспира. Это фильм Григория Козницева «Король лир», одна из канонических версий прочтения этой пьесы. Выдающийся фильм. И мы помним, когда мы его смотрели, я его комментировала и в частности указала на то, что несколько кадров этого фильма обозначают наше пространство. То есть там звери, которые сняты, и степь, которые сняты это под Новосибирском. Поэтому Шекспир буквально вбирает в себя все пространства. Если говорить о кинематографической парадигме шекспириане своеобразной, то мы должны признаться в том, что все банальности, которые сказаны о Шекспире, о том, что он вечен, о том, что вечны типы, о том, что вечны переживания, о том, что вечны страсти, о том, что вечен язык, несмотря на то, что он переходит из нас в стране в другое, это все правда. Вот кинематограф самое современное искусство, которое можно интерпретировать культуру, то есть показывать ее со скоростью 24 кадра в секунду и мыслить ее с такой же скоростью ретроспективно, мы можем перспективно, утверждает все те же исключительно природные тезисы, которые акцентируют природу любого текста и фундаментально утверждают Шекспира как кинематографического автора. Здесь стоит отметить уже тоже прозвучавшую отчасти, прозвучавшую тезис о том, что кинематограф, мы не знаем, как было это в театре, например, конца 19 века, но точно кинематограф утверждает вот это гендерное смещение, что вот в отличие от шекспировского театра, где все роли играли мужчины в конце 19 века, а уж в кино начала 20 века, в общем, всякая дива, кинодива имеется в этом репертуаре ну как минимум Гамлета. Всякая актриса, начиная там с Аста Нельсон, Сары Бернар, Алла Демидова, Алиса Фрэндлих, наша замечательная театральная актриса, Анна Яковлевна Покищенко, для Алиса Фрэндлих, на всей игре Гамлета. Вот это эффект, который... Ну, может быть, сейчас пришло, кстати говоря, время, чтобы женщина-актриса сыграла уже Ричарду Третью, то есть показать ярость страстей, которые связаны с опытом абсолютного зла, она уже, может быть, тоже может осуществиться кинематографически. Вот это, ну, в этой мере, конечно, не единственная условность, которая дает эффект перехода от театрального опыта Шекспира к киноопыту, но, во всяком случае, это очень заметная деталь, это очень заметный эффект, что здесь появляется вот такая размытость, связанная с гендерным полем. Ну, Гамлет, конечно, герой, который является собой торжеством рефлексии, да, и вот торжеством амансипации, которая выводит на первый план героя рефлексирующего это женщина. То есть это там можно много говорить, но вот то, что тут выждено в качестве таких значительных ролей театрального, особенно кинорепертуара, это очевидно. Второй момент, который мне хотелось отметить, но тоже только в качестве тезиса, он состоит в том, что, опять же, в отличие от, ну, даже нельзя говорить, шлейф, да, мало сказать, огромной традиции театральных интерпретаций, то есть Шекспир в кино, это всегда современный Шекспир, то есть не сказать, что есть Шекспир, кино Шекспир канонический, что, вот, скажем, прочтение Лоренса Оливье это канон, а от него мы выстраиваем какие-то еще прочтения, вплоть до современных, потому что они и сейчас, да, фигурируют, и, наверное, сейчас кто-то ставит, да, после сериала BBC по Шекспир, современный Шекспир, только еще вновь, да, обращается к этим сюжетам, но киноинтерпретация мне кажется в большей степени свободна от клише восприятия, то есть не от клише постановочных, но от клише восприятия, потому что в случае с кинематографом уж совсем не может идти речь такой это Гамлет или не такой это Гамлет, такой это Ричард или не такой это Ричард, речь может идти, конечно, о том, насколько этот Гамлет я, нехорош или плохо, а насколько это резонирует с опытом собственного прочтения и попадания в некоторые регистры. Вот здесь мне тоже кажется очень важно заметить в диалоге с Настей Евгеньевым о том, что мы действительно сейчас очень много знаем о театре Шекспира, очень много знаем о драматургии Шекспира, уже такие тонкости знаем, которые раскрывают все известные тайны Шекспира ведения. Мы знаем, как это все было устроено, мы знаем все условности жизни, быта, это все отыграно много-много раз и казалось бы, для кинематографа открываются широчайшие возможности интерпретации, связанные с декорационными всеми фантастическими возможностями, которые предоставляет не только крупный план, предоставляет монтаж, предоставляет прессованные, не знаю, не только дальние планы, панорамы, что угодно. Но чем увлекается кинематограф прежде всего? Это можно назвать крупным планом в том смысле, что кинематограф прежде всего бросается на фантастику внутреннего мира. То есть кинематограф прежде всего акцентирует вот этот фантастический опыт личности, который каким-то образом может транслироваться при помощи этого глаза, то есть показывает эти глаза. Не вот все масштабные какие угодно военные сцены, дворцовые сцены, но вот эта фантастичность внутреннего мира и фантастичность попытки простроить мотивировки. Кинематографу это легче. Если в пространстве театральной сцены соблазнения лично там Анны, ну вот невозможно без того, чтобы актер приложил какие-то невероятные сверхусилия, как известно, вот там Михаил Ульянов в этой роли Ричарда Третьего делал какие-то вещи, он разносил всю сцену просто по доскам, и невозможно было вообще не отдаться этой Ане. Вот в кинематографе кинематограф обладает средствами, чтобы показать параллельный сюжет, чтобы вставить какую-то деталь, чтобы простроить мотивацию на уровне вот этой психологии, которая есть на внутренний кадр. И современные режиссеры здесь идут на любые ухищрения, на любые уловки вплоть до того, что они додумывают, придумывают за героя вот какой-то способ понимания, какой-то способ интерпретации, какую-то возможность объяснить, почему он так себя ведет. Может быть, иногда в противоречии, даже в пику законной мотивировки шекспировского текста, когда возникают какие-то побочные возможности понять это еще и так. Вот это гигантский гигантский ресурс, который открывает Шекспир, кинематографу в качестве придумывания этих мотивировок создает, очевидно, вот то обилие возможностей, которые мы имеем в качестве этих фильмов. Здесь опять стоит сделать такой пассаж в сторону самых неординарных прочтений, в частности, которые утверждают еще какие-то новый виток в кинематографе шекспировском. Но вот я думаю, что здесь очень важно как раз обратиться к... Я не буду обращаться, можно обратиться к тому, как прочитывает Шекспира Лоренса Левье, гамлет, который закидывает голову назад, гамлет, который мечется и кричит, вот этот недооцененный, мне кажется, гамлет Мэла Гибсона, убийца с маивными голубыми глазами. Здесь тоже можно спорить о том, насколько это декорационное решение соответствует. То есть, когда мы смотрим, нам кажется, что это вот это из Шекспира. На самом деле, это совершенно оперная постановка, то есть, там вся условность декоративного, декорационного решения и костюмного решения, она вся, но вот тоже только намекает на что-то. Ну вот намекает на что-то дворцовое, на что-то вот такое декорационно приятное, нам с точки зрения этой оперной постановки. Или это гамлет, который вальяжно идет по салуму видеопроката, которую играет Итан Холл, да, вот с этой смешной шапки с завязками. То есть, этот опыт радикальных прочтений верифицирует, обновляет в каждом новом поколении кинорежиссеров, ну, наверное, театральных режиссеров, вот какой-то способ присутствия закрепленности персонажа Шекспира в этом пространстве. Потому что, ну, как известно, да, буквальное чтение пьес Шекспира сейчас, это, ну, не то, чтобы невозможно, но это странно, да, ужас феминисток, упрощение строктивы, да, что такое отелло прочитать, вот, сейчас делать это каноническим таким опытом прочтения, это трудно действительно мотивировать. То есть, без вот уже кинематографических приемов, которыми кинематограф снабдил и театр в том числе, это невозможно прочитать. То есть, нужно что-то сократить, нужно где-то достроить, нужно что-то подумать. И вот в этом резонансе кинематографическом достаточно одного нюанса, только одного указания на ревность, и это будет названо отелло. Только одного указания на ритм монолога «Быть или не быть», это будет гамбер, да. Одного только чуть-чуть указания на «Вот это будет обнаруживать в себе вот уже шекспировский код». Тем более, что уже театральные актеры доказали, что сказать фразу «Быть или не быть» это самое страшное вообще в жизни. Что случается с актером, произнести эту фразу? Ну, а мы сидим и смотрим. Ну, как ты ее скажешь? Как ты сейчас это произнесешь? Мы посмотрим, насколько сможешь это сказать. И вот, очевидно, все присутствующие точно, все помнят, что в фильме Козинцева «Гамбер» это называют самой слабой сценой, потому что он не говорит, это идет таким задним фоном, а это герой, который совершенно погружен в себя. может быть, это и самая сильная сцена, когда герой не говорит этот монолог. Ну, как в кино, вот он может говорить про себя, в театре не может, а в кино можно проговорить про себя. Вот как это сказать? Как сказать вообще шекспировский текст, чтобы он актуализовался? В каком это произнести даже пространстве? Вот что сейчас эквивалентно для страстей Макбета. Ну, казалось бы, широкий спектр возможностей изображать политику современную. Но политика современная это отнюдь не Шекспир. Это вот то, что в теории социологии тогда может называться Гидегора, общество спектакля, когда политические процессы подражают театру. Театр начинался с того, что подражал политикам, диспуту политическому или суду, а современная политика начинает уже активно освоила механизмы театральной игры. То есть мы смотрим спектакль. Он может быть ужасный, отвратительный и кровавый, но это зрелище политическое, которое построено по модели спектакля. И, соответственно, вот уже ни театру, ни кинематографу это становится малоинтересно дублировать такой сюжет. А что может быть эквивалентно? Второй фильм, который мы смотрели в рамках нашего проекта, это был фильм из сериала BBC, Шекспир на Новый Лад, Макбет. Вот история сумасшествия и чистого зла, которая разыгрывается в декорациях кухни большого ресторана. Эквивалентно страстям Макбета становится резать ножами мясо, шипение котлов, огонь, который пышет, туши, свиней, развязывается. Метафорой Шекспира становится еда, кухня, искусство кулинара. Макбет это шеф-повар, сначала помощник, потом убивает в ней, как вот эти туши, он режет всех вокруг. Это очень сделано кинематографически ярко, жестоко, откровенно, то есть ни в какой постановке театральной, ни в какой другой кинопостановке вы не увидите столько пролитой крови, столько ужасов, а на кухне же можно. На кухне, где специально все для того, чтобы релось, разделывалось, чтобы все препарировалось, это было чрезвычайно любопытно. Можно обратиться и к другим фильмам Шекспира и к другим интерпретациям Шекспира, которые переводят действия в современный Нью-Йорк или в современный Лондон, иногда в современное пространство вполне условное. Анна Сергеевна тоже упомянула фильм Томас Топпорт, он сначала написал пьесу, потом поставил спектакль, потом снял фильм, то есть всю градацию осуществил, и в фильме там герои, например, гамбургер начинают сооружать и какие-то еще такие детали, каким-то деталям следовать, но с учетом того, что кинематографически это сделано совершенно, сделано не театрально, не случайно сцена театра вмонтировано туда как предельно условное декоративное решение. Относительно разыгрывания колористики Шекспира, то, что это где-то происходит, очень важно обратить внимание на возможность интерпретации, которая предоставляет национальная кинематография с четким указанием на эти национальные особенности. Вот как были поражены зрители Новосибирска, которые увидели спектакль спектакль якутского театра Саха в общем привезли по-моему, Ричарда не привезли, Ричарда Третьего, и они сыграли это в шаманских своих костюмах с бубнами, это было потрясающе. Вот примерно так же были поражены кинозрители, когда увидели интерпретацию Шекспира Акиры Курасавой, которые делают это в рамках театрально-национального канона, трон в крови, который вам бед и, конечно, рам, это фильтр цветной с самураями, с флагами, с трепетом, с намек, вот с этими пространствами, которые актуализируют совершенно другой пейзаж. И в финале относительно фантастики как таковой я бы хотела напомнить еще одну экранизацию, которая, на мой взгляд, не дооценена тоже в достаточной степени это экранизация бури, которую сделал американский режиссер Джули Теймор, выдающийся, на мой взгляд, режиссер, и критики очень много ругали эту постановку, там тоже есть гендерный сдвиг, потому что волшебника Проспера играет Хеллен Мирон, Проспера, получается, если мы рассуждаем о Шекспире все-таки не на уровне реферанта из интернета, эта буря это очень шекспировская, мне кажется, это очень шекспировский вариант прочтения, когда мы в персонажи как бы комедии видим весь спектр возможности шекспировской трагедии. Хеллен Мирон отыгрывает возможности шекспировского героя в полном масштабе. Тут же можно вспомнить и ее постановку Тита Андроника с Энтони Хопкинсом, это самая ужасная, наверное, самая кровавая пьеса Шекспира про страшного императора, вот начинается у Джилы Тейбор с сцены, где мальчик играет в солдатиков и разыгрывается потом вот в масштабных декорациях классического сюжета. Потому что я еще раз повторю в конце, с чего начала, что все банальности, которые мы можем сказать о том, что Шекспир вечен, кинематограф их только подтверждает. Спасибо. Какие свои впечатления от того, что мы смотрим Шекспира в кино? Большое спасибо, Наталья Александровна. Кто желает задать вопрос? Пожалуйста, пишите. Я не знаю, могу, то есть, можно ли это оформить в качестве вопроса, но... Интересно было подумать, как Шекспир, шекспирский код влияет на кинематографы, или фильмы, сериалы, которые не являются в прямую экранизациями Шекспира. То есть, вот вы упомянули Тита Андроника, и первое воспоминание, что, возможно, если бы там не было Тита Андроника, не было бы там Южного парка Эрика Кардмана, например, и там эпизода Скотт Энерман должен умереть, или там Каурсмяки снимает Гамлета, и как-то влияет на себя Каурсмяки дальше, и так далее. Да, безусловно, это очень интересная тема того, что Шекспир длится не в качестве себя, а в качестве вот неких производных еще, но вот пьеса Стопорда это, в общем, уже производная, это не Шекспир, это вариации на тему, это опыт прочтения, это опыт предупритации, это опыт погружения, ну вот выбранный в качестве эпицентра периферийный герой, то есть мы вникаем в этот сюжет через пространство вот такого второстепенного периферийного функционального персонажа. Это же касается и, ну здесь, мне кажется, две темы, вот одна очень сложная, которая вот скорее, да, такая теоретическая про то, как Шекспир оформляет, культурную ситуацию и ситуацию кинематографа тоже, а вот то, что для нас производными, это, безусловно, очень интересно, вот когда я говорила о том, что любого намека, например, на ревность, достаточно того, чтобы обозначить это через имя шекспировского героя, вот так любого намека на ситуативность нету, аспект действия, достаточно для того, чтобы простроить эту ситуацию в сознании зрителя, как архетипический шекспировский. я хочу напомнить вам фильм Серебренникова изображая жертву, где, в общем, бытовая история разыгрывается, а ночью в глазок в двери смотрит призрак отца, и мы тут же, да, прочитываем это как соответственно, да, и еще один важный момент, который вы мне напомнили, это то, что связано с опытом не просто раскадровки и длительности, а с опытом современного любимого кинематографического пространства, которое есть серийность или сериальность. нужно посмотреть всего Шекспира сразу. И вот прощеистрела, например, сериала прощеистрела, который нужно смотреть так, как читает Шекспира. То есть, можно все сразу посмотреть. И, кстати говоря, вот этот цикл BBC, Шекспира, это тоже почти сериал. То есть, нужно вот длить, не локальный поставить, опыт, а простроить возможности функционирования героя, сюжета, ситуации, чтобы это было долго. Много серий, чтобы было. Вот, не посмотрел, посмотрите прощеистрел. По-моему, это очень хорошо. А если я ответила? В таких случаях говорят, надеюсь, нет. Надеюсь, нет. Так что, спасибо. Можно еще? Да, это короткий. Да, короткий. Вот если я делаю историю с постановкой современных условий Шекспира, сюжета, это примерно понятно, то есть, а типическая вещь может воплощаться очень по-разному. Но интересно, что в Шекспире порождает такую еще возможность как дописывание. То есть, тот же результат Сибиргенстен, та же, чем она, оба ваши дома. Вот что это такое, чего легко дописывается, потому что, когда пытаются дописать что-то другое, получается, существо ерунда. А здесь вот получается. Я так сразу не отвечу, потому что про дописывание в каждом отдельном случае где-то срабатывает, где-то нет. Что-то есть, что улавливается в качестве воспроизводимости. Вот шекспировские сюжеты, шекспировские герои, они воспроизводят... То есть, можно помыслить в любой ситуации. Поэтому можно помыслить расширенный характер моделировки современного человека, например. Степной король Ир и так далее. И есть и были, не только разникранский гинстерп, это уже 19-й век нам предоставляют. А вот почему у других не получается, это нужно один думать. Потому что шекспир, да, получает. Большое спасибо. Следующий у нас докладчик, это Соснин Евгений Викторович, расскажет о фондах замечательной Новосибирской государственной полосной библиотеки и о том, какие книги шекспира, какие издания шекспира есть. Я, во-первых, хочу поприветствовать всех присутствующих от имени Новосибирской государственной областной научной библиотеки и напомнить, что сегодня заключительное мероприятие, итоговое, не просто курсы лекарств, а мероприятие гранта, который при содействии мэрии Новосибирской, при содействии Министерства культуры Новосибирска и Новосибирского библиотечного общества открытой кафедры нашим замечательным преподавателям, представителям литературы ведения удалось выиграть и позволить нам еще раз окунуться в стихию шекспировских трагедий и комедий. И у меня на самом деле не доклад, у меня роль очень маленькая, я хочу сделать небольшой обзор той литературы, которая представлена в нашей библиотеке, в ее фондах и залах. Ну, начну я в хронологическом порядке, с отдела ценных и редких книг, и хочу вам представить самое древнее у нас издание Шекспира, это знаменитая книга, представитель знаменитого двадцатитомника, который был издан под редакцией Семена Афанасьевича Венгерова издательством «Брагалс и Ефрон» в 1902 году. Ну, понятное дело, что там издания выпускались в течение большего времени. Перед вами первый том из пятитомника Шекспира. Сама серия, она включала пять знаменитых и замечательных поэтов, таких как Шиллер, Шекспир, Байрон, Мольер и Кушкин. Причем очень показательно, что Шекспир по количеству томов уступает только Александру Сергеевичу Кушкину. И опережает всех остальных, причем намного. Издание по тем временам очень современное. Оно снабжено прекрасными иллюстрациями, в том числе включающими знаменитых художников прер-эфаэлитов, опять-таки образцами античных украшений, костюмов эпохи как Шекспировской, так и всех прочих. В печати этой книги использовались такие современные потом для той эпохи технологии, как гелиогравюра, как фотогравюра, как автотипия, тоже достаточно прогрессивный способ печати, который позволял передавать именно в черно-белом изображении очень тонкие нюансы и оттенки монохромной гаммы. И что самое интересное, чем эта книга интересна, что она включает неизвестные нам, ну по крайней мере тем, кто специально не занимается Шекспиром, переводы в исполнении довольно известных авторов. Например, здесь есть наипревосходнейшая и прижалостная трагедия Ромео и Джульетта в переводе Аполлона Григорьева. А также усмирение с троптивой. С точки зрения гендерных установок звучит еще более жестко, чем классический перевод. А исполнитель этого перевода знаменитый Гнедич. Это книга очень этим интересная. Кроме того, в отделах редкой книги представлена также книга Ромео и Джульетта. Это издательство 1963 года, издательство детской литературы. И она интересна и ценна авторам иллюстраций. Это знаменитый иллюстратор Шмаринов Деменитий Алексеевич, он лауреат Сталинской премии 1943 года. Иллюстратор книг для детей, в том числе произведения Шекспира, а также знаменитый исполнитель плакатов времен Великой Отечественной Войны, и в том числе очень такой трагичной и проникновенной серии станковой живописи «Не забудем, не простим», посвященной как раз трагедии советского народа в годы Великой Отечественной Войны. И, как отмечают очень многие критики, что живопись и творчество иллюстратора Шмаринова, она отличается как раз не только реалистичностью, но еще и проникновением в глубину как раз внутреннего мира, трагических событий в жизни героев. Замечательная книга. Дальше мы с вами переходим к делу искусств. Здесь таким ярким образцом литературы является книга Браташеевича, всем, я думаю, известного, ученика Анистова и театроведа. Книга Шекспир Англия 20 век, в которой показана как раз динамика и эволюция тем, образов, постановок произведений Шекспира. Но Браташеевич интересен, на мой взгляд, если вкратце говорить о его работах, тем, что он, кстати, совсем недавно, в январе 2016 года, когда выступал в Оруническом Канерном театре, дал очень интересный критерий допустимых границ интерпретации творчества Шекспира. Он задал характерный вопрос, а нужна ли была эта пьеса этому режиссеру, чтобы поставить свой спектакль, чтобы понять, насколько интерпретация допустима, он предлагал применять именно такой критерий. Это очень интересно, вообще его книга достаточно глубоко и серьезно написана, в ней, в частности, отмечается, для меня, по крайней мере, интересный факт, об электрификации британского театра рубежа 19-20 века, и в частности, применение, как бы сейчас сказали, технологий высоких для постановки того же сна в летнюю ночь, для создания мира эльхов и фильм. Книга тоже заслуживает внимания. Следующее, это, конечно же, наш отдел городского абонемента, здесь, как вы видите, представлено большее количество книг, поскольку наш отдел, он включает не только художественную литературу, но и отраслевую, обратить внимание, что я специально не стал представлять вам разнообразные издания самих текстов Шекспира, а решил отразить другую сторону специфики нашего отдела. Он представляет здесь вообразную полемику, то есть книги, которые отражают знаменитый шекспировский вопрос, борьбу между стратфордианцами и антистратфордианцами, причем такие самые яркие книги, которые здесь представлены, это Брэнда Джеймс и Уильяма Рубинстайна, «Тайность становится явным, Шекспир без маски», и книга «Вирджиния Фэллоуз» от Шекспира, они вышли в 2008 году, как раз тот самый год, когда в интернете была опубликована декларация обоснованного сомнения, где ряд исследователей разных уровней заявили о том, что они сомневаются, то есть открыто заявили о том, что они сомневаются в подлинности Шекспира и в историчности его, и наши издатели тут же отозвались переводом от этих основных работ. Причем я со своей стороны, ну и как тоже филолог, поскольку я по профессии своей филолог, и как библиотекарь призываю очень осторожно относиться к этим книгам, в особенности тех людей, которые не владеют материалом, которые хотят познакомиться с данной историей вопроса, и за советом обращаться к специалистам, конечно же, но опять-таки для всех, для всех есть очень хорошие приметы, которые позволяют нам отличить качественную литературу от некачественную, то есть когда мы с вами видим на обложке книги такие фразы, как там «тайна», «загадка», «маска», или, например, «тайность становится явным», или, например, как книга Брэнда Джеймс издана в серии «Магия имени», то есть вот эти там «ходы», это все указания как раз на следующую коммерческую бульварную сторону литературы, хотя вот эти книги они окружают действительно серьезные произведения Игоря Шайтанова одного из самых вкусных специалистов по Шекспиру книга издана в серии «Режим замечательных людей», вот причем она является уже второй книгой о Шекспире, потому что первая была издана, это была книга Маннистова, который как раз Игорь Шайтанов он как раз противостоит всем этим концепциям и если вкратце выражать суть биографии Шекспира, то можно процитировать здесь слова самого автора о том, что величайшая загадка это не биография Шекспира, о произведении Шекспира и он по мере развертывания сюжета книги он как раз поляризирует с этими попытками поставить под сомнение историчный Шекспира, хотя говорит, что для науки вообще-то такие книги тоже очень важны, почему? Потому что они стимулируют научный поиск, точно так же, как, например, алхимия, по его словам, была очень важна для истории науки, в частности, химии, поскольку в общем-то одно произошло из другого. Поэтому такую сложную идеологическую природу шекспировского вопроса отражает полемика уже на наших книжных полках. Ну и на сладкое, поскольку я не хочу быть величивым, это Шекспир в исполнении других титанов мировой литературы. Здесь я при отборе книг решил остановиться на двух авторах. Это англо-американский знаменитый поэт XX века Оден с его лекциями о Шекспире и не менее знаменитый, наверное, мирового уровня классик английской литературы до XX века это Джон Рональд Троилл Толкин, автор знаменитого «Стена коллега». Сейчас поясню, какое отношение они имеют к Шекспиру и что нам могут в этом отношении дать интересного. Значит, всегда интересно смотреть, как одни великие люди интерпретировали других великих людей. Мы с вами знаем, что они очень часто полемизировали друг с другом, что они могли друг друга не терпеть, считать себя и свое творчество самым важным явлением. Поэтому лекции Одена, например, которые он прочитал в 1947-1948 годах, они отличаются как раз такой авторской спецификой, которая проявляет скорее яркость самого Одена. Вот, допустим, в лекции 28 января 1947 года, посвященной биндорским насмешникам, Оден сказал буквально несколько слов. Вы знаете, это произведение самое неинтересное для всех произведений Шекспира, мы должны быть благодарны Шекспиру за то, что он написал, потому что она вдохновила Верги на создание знаменитой области Фольстапта. Мне больше нечего сказать о произведении Шекспира, давайте лучше послушаем Верги. Все, на этом лекция заканчивается. Ну, тем не менее, это не единственное интересное место из лекций Одена, а вот то, что касается Джона Рональда Роала Толкина, то в нем Шекспира гораздо больше, чем может показаться на первый план. Тем более, что личность Толкина и его творчество это отдельная тема, поскольку он был совершенно несправедливый и несуразно отнесен к жанру фэнтези, и таким образом вот эта научная линия его изучения именно как английского классика, она прервалась. Но, к моему вязчему удовлетворению, когда я пришел из университета в библиотеку, оказалось, что все-таки в библиотеках Толкин стоит в числе английских классиков, а не на полках с фэнтези. Это говорит все-таки о том, что интуитивно, а может быть и профессионально, или понимает, что творчество Толкина заслуживает больше. И если брать только его властей на колец, мы не берем даже отдельные реминесценции и заимствования у Шекспира, такие как, допустим, образ Эоренделя, утренние вечерние звезды, которая описана в Семиролионе толкиновском, и взятой из саксонограмматики, из Деяния датчан, жеста да норм, где Эорендел, или Хорвендиус, в латинской интерпретации, был отцом Гамли, это принца Датского, и, соответственно, можно сказать, что знаменитый Элеронт, которого многие знают только по фильму «Восемь колец», это, по сути дела, есть Гамли, такой эльфийский интерпретарст, поскольку ему он был сыном Эоренделе. Это такие частности, их у Толкина много, но самое главное, Толкин, опять-таки, патологически не любил Шекспира, более того, в 1931 году, когда он читал свои лекции в Уксфорде, он добился того, чтобы лекции по Шекспиру исключили из его части расписания, чтобы с ним даже не пересекаться, тематически. Однако, когда он прочитал «Сом летнюю ночь», когда он познакомился именно с этой волшебной стороной шекспировских произведений, он, конечно, был возмущен прежде всего тем, что Шекспир исказил вот эту мифологическую составляющую эльфов, а для британцев, наверное, эльфы это такие же персонажи, как тролли для норвежцев, это, в общем, это часть британской культуры, именно Шекспир, именно благодаря Шекспиру весь мир узнал маленьких крылатеньких эльфов, то есть это такая же литературная выдумка, как, в общем-то, там вампиры в оборотни и зомби, у них есть конкретный название, это Шекспир. Долген до конца жизни это не простил Шекспиру, и, по сути дела, все его творчество было попыткой восстановить первоначальный мифологический облик британского персонажа мифологического, что ему блестяще удалось. Но, главное, главное, что очень многие сюжеты и ключевые моменты «Властелина колец» строились как раз как ответ на произведение Шекспира. Так, в частности, знаменитый эпизод из второй части, вот здесь как раз эта книга представлена, и я, так сказать, закончу свой обзор, короткий, где при осаде Хорнбурга на помощь сражающимся воинам против злых существ, орков, приходит волшебный лес, ожившие, ожившие деревья, вот, энты и хорны, здесь как раз заключен ответ на знаменитый эпизод из Макбета, из митого пророчества, о том, что гибель начнет Макбета, когда лес оживет и придет. И Толкину всегда с самого детства как раз печалило то, что это пророчество оказалось всего лишь вымыслом, что это были воины, прикрытые ветвями деревьев. И он поставил себе цель исправить ошибку Шекспира, и эта ошибка была блестящей, исправлена во второй части «Властелина колец» в книге «Две крепости». Вот таким образом наша библиотека и в частности отдел городской литературы дает богатые возможности для постижения всех нюансов интерпретации Шекспира и в том числе даже литературную полемику с ним. Поэтому я приглашаю вас в наше зало. Надеюсь, что заново перечитать даже то, что мы с вами знаем, тоже очень приятно и интересно. Огромное вам спасибо. Можно не только прийти в зал областной библиотеки, но еще и взять книжку домой. Это конечно. Но правда, конечно, не в этом. Не в этом. Спасибо большое. Есть вопросы к докладчику? Ну, хорошо. У нас есть еще одна форма актуализации в Шекспира. Это актуализация через игру. Вот у нас сегодня к нам пришли также участники нашего большого Шекспира. Это представители мастерской игровых механизмов Михаил Максим. И Михаил Максим. Я думал, он выйдет со мной. А где? Я могу просто потом подниматься. Как в Общинске и в Общинске мне хотелось. Два Михаила хотят лаборатории. Лаборатории. Да. А вот наше Шекспира просто в Общинске и в Общинске мы не вспомним какие-нибудь персонажи, поэтому используется в Общинске. Вот. На самом деле для нас такой очень интересный вызов. Потому что собственно мы уже некоторое время два года даже больше занимаемся созданием самых разных игр, то есть на самые разные предметы. И в том числе конечно и кубилологические и литературные. Но в тех случаях в основном это были достаточно большие игры, которые имели значение сами по себе. Не продолжая какую-то историю с текстом или с чем-то еще. А вот здесь была задача именно сделать игры, которые позволяли бы продолжить в определенном смысле разговоры о тексте. Потому что мы с вами прекрасно понимаем, что действительно сегодня это было представлено очень хорошо, что есть возможность по большому счету понимания читательского, будь это понимание литературореческое или понимание самого наивного читателя, и в любом случае это вопрос исследования понимания обсуждения текста. Второй момент, который был тоже замечательно представлен в театральных кино-версиях, это вариант такого переживания, когда перед тобой происходит театральная игра, и ты смотришь на это уже как зритель. И конечно ты этим проникаешься, и все равно в какой-то степени это со стороны, в какой-то степени это не на своем собственном теле. В этом смысле игра предоставляет возможность почувствовать это на себе. Мне очень интересно было услышать об этом моменте, когда говорил Юрий Васильевич, моменте действия как самого важного для Шекспира. В смысле игра, в которой ты участишь, в которой ты участник, которая дознатимна, она позволяет попробовать на себе эти действия. Мы выбрали три произведения Шекспира, достаточно может быть случайно, но те, которым нам удалось выявить как раз этот момент структуры, момент действия. Это был Матбет, я сейчас очень повернусь наоборот скажу, более глубоко скажет Михаил, а вот это была ситуация Матбета, попробуйте себя почувствовать в этой кровавой круговерте, когда кого угодно в какой угодно момент может настичь смерть. У нас это было менее кровавым, но не менее круговерным. Это гармит сло ситуацией в мышеловке, которая не только мышеловка как театральная постановка, но и фактически те фразы, которые тебя ловят, и хотя ты прекрасно знаешь сюжет, но тем не менее каждая следующая фраза в каком-то смысле неожиданна, то самое действие. И наша словесная игра связана именно с этим. И Ромео и Джульетта, это история действия между кланами, группами, семьями и одиночками этой парой. Мы попробовали эти вещи воплотить в игровом механизме, в каком-то смысле такой метафоры. И в этом смысле игра это такая же часть культуры, игра, как и литература, как и театр, кино, и позволяющая почувствовать на себе все это происходящее. Наверное, я в принципе все, что хотел сказать, сказал. В этом смысле вечность, почему-то здесь меня в видуло, что личность такое противопоставленное в чем-то слово. То есть вечность Шекспира почувствовать лично на себе все эти истории. Вот игра вроде позволяет это сделать. Ну и удачно представляю слово Михаилу. Кажется, уже больше отграмотного этого момента. А я хочу сказать о том, скорее о том, как мы подходили не с литературной точки зрения, а с точки зрения устройства игры. То есть по сути у нас есть достаточно разные способы приобщиться к тексту. Так или иначе интерактивно. Например, на скидку способа три. То есть первое это мы берем кусок текста и просто оттуда берем действие персонажа либо в нашем случае игру прямую. Действие персонажа я думаю легко вспомнить, что допустим люди, которым нравится Карлсон с удовольствием делать плюшки закрывающих колодок или люди, которым нравится Уэлиса они точнее лево. То есть в этом случае можно взять в прямую игру, если она описана. С Шекспиром этого сделать не получается. Потому что у него как таковых игр в тексте в прямом в виде нету. Это, например, можно сделать со Стопорда. В Стопорде есть замечательная игра, игра вопроса. И, скажем, она в некоторых интерпретациях, во-первых, в ней играет устно с определенными правилами, которые фиксируют как правила, звучащие у Стопорда. Ну, вообще говоря, наверное, в самом произведении речь идет чуть-чуть о других правилах. То есть их так или иначе немножко формализуют в большей степени. Играют вживую и играют в сети. Поэтому первая, например, мысль была что-то вроде какую игру поставить, ну, то Стопорда будет замечательно, игра уже готовая. Но это миш-эксперд, это все-таки одна из его интерпретаций. Это способ, наверное, самый простой, хотя, вообще говоря, простой, если игра хорошо прописана. Потому что если мы, например, возьмемся, ну, захотим сыграть бисер, то у нас вряд ли что-то получится без достаточно большого количества усилий, потому что там принципиально дыра. Не описаны правила, описаны какие-то признаки. То же самое, если мы захотим сыграть, например, в какую-нибудь фантастическую игру, где автор говорит, что вот есть трехмерный или четырехмерный шахматы, в которые играет очень умная раса, и даже признаки описывать, все равно у нас не получится сыграть без того, чтобы достаточно много усилий приложить. А то, что Шекспер это не работает, потому что у него нету таких явных вещей, которые можно вытянут. То есть мы, конечно, можем поприктовать, но... Итак, второй способ это моделирование действия и взаимодействия. Берем действие характерное для произведения, важное для произведения. и строим на этом интересное игровое взаимодействие. Это мы попробовали сделать, я думаю, у нас в какой-то степени получилось, как раз с Макбетом и с Ромео Джилетом мы делали, потому что есть там характерное действие сюжетное, и на этом можно построить действие игровое, которое будет напоминать и, скажем так, попробовать приблизить по ощущениям. То есть Макбет это резня, это восхождение на трон, вот есть трон, вот есть очень много претендентов и, вообще говоря, в конце останется в лучшем случае один Джилет. Продолжение следует...